Здравствуйте, друзья, с вами Декарт, и это снова Алан Вейк, мы продолжаем бегать по лесу, отстреливать всяких мутных личностей. Где они, кстати, давненько я их не видал. А давненько я их не видал, потому что я давненько не запускал ту... Ого! Электростанция сияла огнями в темноте. Она была совсем близко, но надо было перебраться на другую сторону реки, пройти через подстанцию. Так, я уже вижу вот эти сраные лабиринты, я так понимаю, мне там придется изрядно попотеть. Сейчас изо всех щелей попрут всякие гандоны, я буду от них отстреливаться. Ну, как обычно, тут ничего особо не меняется. Открыть. Честно говоря... Ой. Ну, конечно же, обязательно... Вот прям сразу только первую дверь открыл, и уже какой-то мудень ждет меня, не дождется. Ну! Ну! Отлично! Раз, два, три, четыре. Четыре выстрела, я знаю, что это, по идее, максимум. Больше четырех выстрелов я, по-моему, никому не наносил. Ну, не считая совсем уж таких боссов из боссов. Чудесно. Там нельзя, там нельзя, там... Ну, давай сюда идти. Какие-то записки, кстати, можно еще попробовать поискать, наверное. Давненько я их не читал. Хотя, опять, я давненько не играл в эту игру, поэтому... Я давненько не делал всего здесь. Открыть. Использовать. И, наверное, я где-то отключил электричество. О! Отлично! Я контрольную точку запустил таким макаром. Но это хорошо. Хотя, ничего особо пока не произошло. Так, одного мудака убил. Привет! Большинство из нас профессионалы, говорит. В какой отрасли? Мне очень интересно. Оп! Не успел, не успел увернуться. Так, давай, батарейку, батарейку вставляй. Опа! Успел! Теперь-то успел увернуться. Смотри, как я четко от них уклоняюсь, а! Я величайший уклон... На, сволочь! Так, теперь тебя засветим. Черт, у меня там батарейки-то заканчиваются. Три штуки осталось. Раз, два, три, четыре, пять. Есть! Все! Чудесно! Так, всему рано или поздно приходит конец. В том числе и всяким идиотам. Ну, тут я никак не могу пройти. Потому что меня сразу же из пидорасит электротоком. Поэтому... Стоп, стоп. Сюда, что ли? А, а сюда могу. Глянь-ка. А, ну тут еще такая как бы обстановочка, что там электрические провода, а здесь мужик с топором. И надо выбирать, что лучше, что хуже. О, слышишь, его там что? А, я думал, что он на провод напоролся. Его там так плющило, как мне показалось. Ну, ладно. Хорошо. С этим справились и идем дальше. Вообще, ну, не самая лучшая локация, на мой взгляд, честно говоря. То есть, я вот не с большим оптимизмом смотрю в будущее. Мне по лесам это больше нравилось бегать. Хотя... Хотя, не, я передумал. Лучше уж здесь. Лиса я вновь не хочу. Опять деревья, деревья, деревья. Хватит. О, кофейник. Ты глянь. И прям электротоки мне мешают испить кофейку. Как же так? О, смотри, блин. Один спереди, один сзади. Это, конечно, печально. Давай, наверное, мы фальшвейером этим долбаным воспользуемся. Оп. Да, вот так. Вот так. Теперь стреляем в него. Да что ж так долго-то, а? Ты смотри. Уже и фейерверком этим гребаным, и фонарем, и ничего не помогает. Где второй-то? Что он? Покончил жизнь самоубийством, что ли? О, здорово. Так, так, аккуратно. Не подходи. Я стесняюсь. Раз, два, три, четыре. Все. Все пошли какие-то выносливые. Все по четыре удара в голову. По четыре выстрела. Это плохо. Мне как-то больше нравились ребят, которые по одному. Вот. Вот он, кофейник. Это, наверное, его я и видел. Просто он был чуть... Уровнем ниже расположен. Куда дальше? Вот на эту хоть использовать. Ну-ка, давай используем. Да. Да. То есть я могу забраться. Давай. Оп. Оп. Ну что-то ты так прыгаешь как-то немножко вяло. Вот, отлично. Наверх. О, смотри, там что-то... А, нет, это просто ток. Я думал, там какая-то фигня. Бумажка. Да, давненько же я не читал, верно ведь? Взять страницу рукописи. План Уэйка. У Уэйка много плана. Он такое пишет, там без плана не обойтись. Роман, который я написал в доме, воплотился в жизнь. Под влиянием темной сущности я написал роман ужасов, однако у него до сих пор не было конца. Роман не был завершен, и последняя недописанная страница рукописи так и торчала в пишущей машинке в кабинете дома. Если б только я смог вернуться туда, если б только я прочел эту страницу, я написал бы собственное окончание романа и спас бы Элис. Это, я так понимаю, у нас идут снова аллюзии. Почему я говорю снова? Потому что в Life is Strange уже были приколы некоторые, корреляции с фильмом Эффект Бабочки, и я смотрю, что здесь что-то типа этого. То есть, тот фотографии смотрел из прошлого и менял будущее, а этот теперь, он просто его может написать. Ну, суть примерно та же, хотя, конечно, не совсем одинаковые эти вещи, но все равно. Опа! Птичка, птичка, птичка. Оп! А ну, попаду, нет? Нет, не попаду, а он косой. Ну, чего, собственно, и следовало ожидать, как он далеко не всегда попадает. И в обычных-то людей. Точнее, не совсем обычных, и не совсем людей, ну, более крупные объекты, скажем так. А, че я на тебя гоню, Аллан? Это ж я, это ж я тобой управляю. Вот как обидно, что даже нельзя ни на кого свою вину-то. Вот сволочь, а мудак. Так, раз, два. А, все, один выстрел. Да я еще лажанулся. Я мог его просто с одного выстрела там раз и долбануть. А я не справился. Хорошо. Идем внутрь. Я надеюсь, что там больше не будет таких сюрпризов. А, с меня уже хватит. Тихонько. Никого, ничего. Использовать, взять боеприпасы для ракетницы, взять литиевые батарейки и... Да, использовать, отлично. То есть сейчас какой-то мостик, наверное, оборудуется для меня. Правильно понимаю? Или как? Или вся эта махина ко мне прям придвигаться будет? Или что? Да, ты смотри как... Ух ты. Я прям чувствую власть. Чувствую власть. Я способен управлять такими потрясающими объектами. По одним лишь нажатием кнопочки. А цель моя вон там, да? Хорошо. Тихо. Это у собака какая-то заскулила или что? Такой звук. Пересечь мост. Ну я так в этот шток. Стоит мне туда встать и сразу какое-то дерьмо начнется просто. Адовое, невероятное. Опа. Поскакали. Так, сейчас, наверное, еще птицы. Ну хоть птицы и на том спасибо. Я просто боялся, что не птицы будут, а грузовики вот эти сраные оживут. Давай. В тот конец. Подожди, подожди. А нам... А куда нас поворачивает? Ага. То есть, возможно, мне с того же конца-то и надо будет уходить, к которому я пришел. Может, он сейчас тем концом повернется к электростанции. Надо проверять. Так, что там, птички? Летите ко мне. Давай. Оп. Вот так вот я. Нехило вас загандонил до одной ракетки. Мне понравилось. Возвращайтесь. Что, не парьтесь вообще. Смотри, как... Неплохо, неплохо у меня это все выходит. Пока справляюсь. Пока... О, даже... Даже некоторых умудряюсь прям целиком полностью убивать. Смотри-ка. Здорово. Ну, что тут скажешь? Вроде скоро уже. Оно должно... У меня такой вопрос. Мост должен остановиться или я сам должен там спрыгнуть где-то? Суметь. Понимаю. Ну, электростанция, которая мне нужна, она вот там. Верно ведь? Мост... Мост он вот куда привел меня. Да? Вот. Все. Я перепрыгнул. Отлично. А оно бы так и крутилось, наверное. Да? Да. Ну, и дальше там крутится себе. То есть, все. Все, правильно. Мы оторвались от стаи. Вы почти у станции. Двигайтесь. Мы поддержим. Вы, главное, поддерживайте фонарем от вертолета, ребята. Это ж вы, да? Да, вот они. Вот они, красавцы мои, прилетели за мной. Какие молодцы. Ой, тихо, тихо. Я запутался. Ах ты, блин. Ты посмотри, как их до хрена. Раз, два, три, четыре. Отлично. Готов. Раз. Да, да. Светите в них. Светите в них по полной программе, друзья мои. Так, беру. Дробаш. Дробаш. Да, чтоб тебя, падла ты. На, сука. На. Отлично. Теперь. Типа. Не успел, не успел. Раз. Раз, два, три. Опа. Ну, он еще не до конца там. Все. До конца. И вот этот последний приятель. Опа. И прям в лицо ему так четко, именно медленно, хладнокровно подойти. И прям в рожу в эту поганую пасть разредить дробь. Это было прекрасно. Почаще бы так получалось. Что вот это такое? А, я как-то посмотрел, что вот этот фонарь, он как-то более освещает. Ой, ладно. Не важно. Пока, пока без болтовни обойдусь. Давай-ка. Раз, два, три. Ну, что ж ты? Ого. Ничего себе. Хорошо. Надо какую-то светошумовую гранату. У меня есть ли что-нибудь? Нет. Нет. Тут смотри. Но зато я тут сохранен. Я тут сохранен прям перед этим моментом. Отлично. Давай. Оп. Кого там? Вот этого, по-моему, раздолбало, да? Раз, два, три. А, а этот, а этот паскудник, он еще живой. О, раз, два, три, четыре. Все, отлично с этим справились. Раз, два, три, четыре. Сволочь, а? Четыре. Вот. Замечательно, замечательно. Так. Эти двое педиков тоже. О, хорошо. Я понял. Дробовиком так дробовиком. Я не возражаю. Я готов чем угодно вас лупасть, ребятки. Раз. Отлично. И вот еще последний. Ах ты смотри, он до сих пор... Блин, а? Вот, блин, сволочь меня сейчас убьет. Два. Все. Фух, справился. Ёлки. Ёлки, твою ты мать. Я... Давай, давай, наверное... Блин. Ребята, посвятите на меня так, чтобы я воскрес. Серьезно, выздоровел полностью. Я же знаю, то есть, если под фонарный столб можно встать, почему нельзя встать точно так же под прожектор вертолета? А где логика? Кстати, у меня патронов мало. У меня вообще их... Ой-ой-ой, я еще истратил. Слышь, лишний патрон. Э, птицы вернулись. Вейк, мы не можем здесь оставаться. Бегите внутрь, позвоните, когда узнаете. Чё я узнаю? Я, дай бог, вообще добежать хоть куда-то. Патронов нет, ни хрена нет. О, все, отлично, достигнута контрольная точка. Давай, взять батарейки, взять патрон для револьвера. Отлично. Хоть, хоть что-то. Перезарядить. Давай, то есть, 12 патрончиков у меня есть. Это на три таких четырехразрядных мудака мне, в принципе, хватит. Тудак, тудак. Ох, как он, он уже устает потихонечку, я смотрю. Алла, Алла, давай, поднапрягись. Ох, начинается, блин. Чё-то я, ребята, от вас уже от всех начинаю уставать. Вот, правда. Ух ты, блин. Какие-то они быстрые такие. Давай так. Да ну отвали ты от меня, мудак. Раз, два. Два. Так, готов, готов, готов. Теперь, теперь вот этих, вот этих упырей. Раз. Так. А, перезарядить батарейку. Хорошо. Ну! И, и последний. Последний, чувак. Всё. Или нет? Сколько ещё-то, блин? Всё вроде. Почему не было замедления, когда я последнего пристрелил башку? Должно было быть замедление кадра, которое как бы сигнализировало было о том, что, ну, всё, схватка окончена на данном этапе. Я узнал эмблему на вывеске электростанции. Похожие на неё рисунки я видел по всей округе, они обозначали тайники с припасами. Угу, я понял. Тайники с припасами. Погоди. Это где? Где вывеска-то? Вот это что ли? Bright Falls? Вот это Light and Power? Вот это вывеска-то узнал? То есть ты хочешь мне намекнуть на то, что где-то под ней тайник с припасами? Вот где-то здесь? Или это он просто так мне сказал, типа, чтобы я был в курсе? О, такая же хрень была на тайниках. Ой, ладно. Я не нахожу, честно. Ну, думаю, может вот в этом кузове там что-то лежит. Да, смотри-ка, вот, я понял, о чём он говорит. То есть, вот эти, да, тайники с припасами, они как раз лежали вот в таких вот коробочках. Точно, точно. Давай возьмём, во-первых, термос. Термос-то узнал? Термос ты должен был узнать. У тебя их уже штук 50, наверное. Сейнт Хевен. А, Сейф Хевен, Сейф Хевен. Дженерейтор Хоу. Можем туда пройти, что ли? Ух ты. Не с места. Мисс Уивер, Синтия, я ваш друг. Докажите. Ну, вы были знакомы с Зейном, Томасом Зейном. Вы... Пресвятая леди с песней. Вы можете мне помочь. Она сейчас скажет, что ты совсем поехал. Наконец-то. Молодой человек, я очень долго вас ждала. Правда? Ну, давай потрещим тогда, раз ты долго меня ждала. Он хранится в ярко освещенной комнате. То, что вам нужно, чтобы отогнать тьму. Ярко освещенная комната находится на дамбе. Я специально ее оборудовала, чтобы он был в безопасности. Это поможет найти Элис? Я смогу вернуться в дом? Ладно, пойдемте. Я попрошу друзей вернуться с вертолетом. Да, сейчас захватим вертолет с этим. О, мы не пойдем на улицу. В темноте выходить нельзя. Это правило номер один. Вы, юноша, нарушали правило. И к чему это привело? Нет, у меня есть секретный освещенный путь. По старой водопроводной трубе. Слышь, так... Тетенька, это ты, что ли, мне припасы раскидываешь? На подстанции что-то сломалось. Она сбирает всю резервную мощность. Значит, в глубине будет темно в трубе. Надо отключить ток над подстанцией. Взять ракетницу. Подожди, дай-ка я все соберу. Она меня отвлекает своей болтовни. Надо тон, дай-ка. Дайте-ка я угадаю. Отключаться придется мне. Молодой человек, это вы любительны решать правила. Мне нельзя выходить, когда темно. Аварийный выключатель снаружи. Вообще, я помню, ту бабу, она в кафе там была. И говорила еще, ой, когда темно, это так опасно. А потом она еще в полицейском участке была, я тоже сам помню. Взять литиевые батарейки, отлично. Взять, взять, взять боеприпасы для ракетницы. Ну, я, по-моему, насобирал уже реально всего, чего только мог насобирать. В принципе. Я готовилась к этому, к предшествию ведьмы. Опа. Вы ведь нашли мои тайники, знаки разглядели. Хочешь мне... Да, это она! Да, конечно. Бери. Берите все, что понадобится. Это все для вас, таких как мы. Мы ведь завершаем то, что... Торопитесь. Выключатель на стене, обращенный к берегу. Переключиться на мощный фонарь. Ну! Ну! О, молодец. Так. Вам придется выйти наружу. Так, хорошо. Пошли, короче, отсюда. Я, по-моему, собрал все, что только мог. Да, блин, ты смотри, эту бабку так и не обойдешь. Не, бабка молодец, нам помогает прям вообще. Прервать подачу энергии на подстанцию. Это мне сюда. Так, точно. Пошли прервать. Стоп. Это что? А, это просто ведь... Я думал, можно нажать на кнопочку. Но нет, нельзя. Что у нас есть? О, у нас, ну, как всегда всегда. Ну, зато смотри, какой мощный у меня фонарь. Я сейчас... Блин, вот начинается сразу же, начинается этот бред. Давай, давай вот так вот. Оп. Все. Всех разбросали, раскидали. Ого! Вот это неплохо. Это мне по нраву вообще. Так, это было хорошо. Перезарядить оружие. Давай. Да, блин! Я хотел срывать Вильвер. Взял ракетицу понапрасну. Вильвер послал меня вырубить ток на подстанции. Я был готов выполнять самую тяжелую работу, лишь бы она согласилась мне помочь. Я надеялся, что на Вильвер можно положиться. Я столкнулся с этим безумием чуть больше недели назад, а она живет в нем уже несколько десятилетий. Тьма ждет в моих снах. Классные сны у тебя, наверное, если тьма в них ждет. И тьма вообще, молодец, ждет, прям не дождет, скотузь. Это, короче, мне напоминает кошмар на улице Вязов. Там тоже, там чувак был, который ждал, когда дети уснут и убивал их во сне, и они умирали по-настоящему. Его звали Фредди Крюгер. Обалденно, кстати, было. Мне, когда я был мелкий, я просто усыкался от этого фильма. Он был очень страшным для меня. Сейчас не знаю, сейчас, мне кажется, вряд ли бы я уже так его боялся. Как-то фильмов особо не боюсь. Вот игр боюсь. Чего? Рул? Правило номер один. Никогда не выходите ночью. Правило номер один. Окей. Так, сохраняюсь. Это хорошо. Пора бы. Я увидел выключатель, отрубавший подачу энергии на подстанции. Еще бы до него добраться. Согласен. Использовать. Что это значит? А, вот эта загадка еще тут сейчас какая-то будет. Абсолютно. Так. Блин. Зараза, погоди. Так, надо же все открыть, я правильно понимаю? Цель моя открыть это все абсолютно. Оп. Во, и сейчас вот вторую вот открываю, они оба открываются. Все. Пройдено. Вот, вот, наверное, вот так нужно. Не знаю, зачем, правда. Спущусь, пойму. То есть. Что? Правило номер три всегда. Помните о том, чтобы брать с собой фонарик? Да еще бы забыть. Читать. Управление шлюзом. Эксплуатация разрешается только уполномоченному персоналу выйти. Хрен его знает. Ладно, сейчас разберемся. Надо спуститься, просто посмотреть на это говно. А, да фиг там, слышишь? Это мне наоборот надо тут перейти-то по ним. Хорошо, давай. Оп. Чтобы единичка у меня совпала. Давай, пошли. Сейчас, управление шлюзом. Вот. Прошли. Хорошо. Теперь. Теперь логично предположить, что мне нужно вон туда. Да. А после этого логично предположить, что... А, мне... Ох ты, черт бы тебя побрал. То есть я лох вообще полнейший. Мне надо все их выставить. То есть я пытался сделать все абсолютно наоборот. Давай, все их нужно поставить так, чтобы они все стояли. Все. Давай, третий. Вот этот третий шлюз попробуем. Да, блин, используй же ты его, Аллан. Что ж ты такой тормоз? Отлично. Третий готов. Теперь первый делаем. Первый. Второй. Все. Третий первый. Отлично. Все сделал. А вот теперь бежим, бежим, бежим. Похожая загадка была там в Макси Пейне, в клубе Рогнарог, я помню. И теперь... Да, вот... О, стоп. Какое-то правило. Правило номер два. Free the light... Keep the lights on. Не, ну естественно, не забывай фонари. Включай свет. Это логично предположить. Да. Что-то одно и то же, в принципе. Взять патрон для дробовика. У меня точно мощный фонарь сейчас? Да, вроде да, мощный. Отключить питание. Кто же это проектирует? Твое больное воображение, скорее всего, это все проектирует, Алла. Ты сидишься в фикушке, мне кажется. То есть, что? Вернуться к Уиверу. А как мне вернуться к Уиверу, если тут заблокировали? А, все, нормально. Окей. И сейчас же еще получится. На подстанции погас свет. Теперь по трубопроводу Уивер можно будет пройти. А, то есть, тут надо в быстром темпе прямо это все делать. Оно то смыкается, то размыкается. Так, давай подождем тогда. Пусть оно размыкнется. Разомкнется. И вот теперь прям бежим прямо вообще. Вот все точно четко получилось. И, конечно же, достигнута контрольная точка. Конечно же, сейчас изо всех щелей полезет всякая нечисть. Это уж как пить дать. Это я просто в этом не сомневаюсь. Давай, смотри. О, ну вот ты первый клиент. Здорово. Так. Тихо. Ага. Раз, два, три. Так. Готов, готов. И вот еще вот в этого посветим. Гот. Ну, давай, заряжай. Ну, готов. Давай-ка, наверное, мы хорошенько зарядимся. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, по-моему. По-моему, все патроны я практически туда вдолбил в обойму. Открываем. Проскакиваем. Так, ну я уже практически на выходе, по-моему. Да, вот до синтоконтрольная точка очередная. То есть мне вот туда наверх и, в принципе, все. Держите инструмент в порядке. О, какие вы опасные все ребята прям. Ой. А, оба! Чувак с бензопилой. Давай-ка выбросим им, пожалуй. Вот это вот. Да, пусть оно их немножечко подлечит. Да стой ты. Вот урод, а ты, посмотри, он еще жив до сих пор. Сколько ж на тебя нужно-то, а? Мудак. А, меня не выпускают. Ты смотри, я в ловушке, считай. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Отпустите меня. Отпустите меня, я вас прошу. Суки. А, ты посмотри. Ладно, еще раз. Так, сейчас я готов. Теперь я подготовлен гораздо лучше. Откуда вы там полезете, друзья мои? Туда мне нет никакого смысла лезть. Давай так. Оп. Я бросил там светошумовую гранатку этому мудню. Оп, отлично. По-моему, что-то там да сработает, мне кажется. Давай еще одну, пожалуй, вот туда. Чувака с бензопилой мы тоже немножечко подрихтуем. Два, три. Да что ж ты будешь делать, а? И, ну, кто-то еще же должен быть. Это ж не все? А-а-а, не, наверное, это все. Ну, правильно, я же израсходовал две гранаты. То есть, каждый из них я выбил по нескольку этих мобов. Скорее всего, так. Открыть. Да, проходим. А, использовать. Открывай. В чем дело? А, открыть и использовать, господи. Все, все. Сейчас откроются ворота, сейчас пройдем. Куда-то опять-таки сюда. Сейчас вернемся к этой бабке. С нами поговорить. Ух, мне прям тут вообще в кайф. Прям сразу таким прожектором. Я себя в этом месте чувствую прям как дома. Я бы тут остался, честно. Достигнута контрольная точка. Следовать за Уивер. Пошли. Пошли, бабулька. Сюда, молодой человек. Идите за мной. Давайте же... О, нет. Так, переключиться на мощный фонарик. Такая это какой? Погоди. Оп. На мощный фонарь. Я знал их обоих, Тома и Барбару, как же он мне нравился. Такой красивый мужик. Я ей завидовала. Какая-то часть меня бы дала даже немного рада, когда она попала в автокатастрофу. Нихрена себе, какие подробности тетенька нам рассказывает. А потом Том начал писать и пробудил тьму. Он пытался вернуть ее, но это невозможно. Это нельзя сделать безнаказанно. О, тю-тю-тю-тю. Я начинаю понимать. В таком случае, молодой человек, возможно, вы умнее Тома. Ведьма была похожа на нее и только на нее. На жену, в смысле? Или на Тома. На нее Тома. Может, Том был трансексуалом? Барбара была такой милой, он ничего не понимал, пока не стало слишком поздно. Он пытался все исправить. Он вычеркнул ее жизнь из себя и все, что происходило. Так, он был таким известным, и никто не узнал, что случилось. Ох, Том. Он оставил только одну вещь, чтобы я присмотрел за ней. И на случай случится опять для гарантии. Ага. Че ж он там оставил-то? Он доверял мне или немного использовал. Он понимал мои чувства. Знал, что я не откажу. Я оборудовала ярко освещенную комнату и положила ее там. До тех пор, пока вы не придете. Ага, то есть ждали меня, короче говоря. Переключиться на охотничье ружье. А давай, тут патроны есть, смотри. Так, тьму не остыть. Она исказит что-то там. Историю в злых целях. Что-что? Проклинаю тебя, Тома Зейн. Том, так он написал. Он ведь по-прежнему говорит со мной. Я слышу его голос из телевизора, или за спиной, или снизу. Короче, бабка такая же поехавшая, как и я. Алм. Нас обоих коснулась тьма. Молодой человек, он спас нас обоих светом. Но тьма остается с тобой. Она оставляет пятно. Но он так классно спас нас, нас создавал тьму в своем воображении и спас нас светом. Просто логика. Эта труба приведет нас прямо в ярко освещенную комнату. Хорошо, мне надо позвонить друзьям и сказать, куда мы идем. Алло! Алл! Барри, мы направляемся к дамбе по одной из труб. Встречай нас там. Окей, скажу Саре. Уже Сара, а? Ого! Да нет, ради всего! Опа. Что-то там ради всего случилось. Барри, Барри! Барри, Барри и Алибас. Надо узнать, все ли в порядке. Они, возможно, уже мертвы. Вы должны дойти до ярко освещенной комнаты. Не время быть тупым эгоистом. Он мой лучший друг. Ничего себе. Тупым эгоистом. Наоборот, другу хочу помочь вообще-то. Наоборот, может время быть тупым эгоистом, ты хотел сказать в таком случае. Ладно, будьте идиотом. Я пойду по трубе, встретимся у дамбы, если доберетесь. Ох, короче, с героизмом нашим мы сейчас найдем себе приключений на задницу. Могли бы по трубе пойти. По крайней мере, мне не надо было о ней беспокоиться. Она умела за себя постоять. Ну, будем надеяться, что мы сумеем постоять за себя в следующей серии. Алан, и нам никто не надерет жопу. Если понравилось это видео, то подписывайтесь на канал. Комментируйте видео, ставьте ему лайк. Также заглядывайте в описание под видео, где есть плейлист на All of the Wake и многие другие игры. И всем счастливо, всем удачи, всем пока. Я чувствую, что уже, наверное, близится к финалу. Еще пара-тройка серий. Ну, посмотрим. Все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok